«Я предпочитаю быть один» Сергей Довлатов. Он родился в эвакуации и умер в эмиграции. Как писатель он сложился в Ленинграде, но успех к нему пришел в Америке, где он жил с 1979 года. В его книгах нет праведников, потому что нет в них и злодеев. Писатель знает и рай, и ад внутри нас самих. Специально для наших читателей библиотеки в рамках литературного кафе была проведена онлайн-экскурсия по довлатовским местам в Санкт-Петербурге экскурсоводом Кириллом Кожановым. Мы вспоминали семь главных ленинградских адресов, которые Довлатов описывал в своих романах и повестях, где жил, где пил и где любил. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию несколько фрагментов из нашей пешей прогулки по Питеру вместе с Кириллом. Здравствуйте, уважаемые читатели Московской библиотеки номер 144. Меня зовут Кирилл Кожанов, и сегодня мы с вами прогуляемся по Петербургу, но не просто по Петербургу, а по улице Рубинштейна и ее окрестностям. По тем местам, которые прекрасно помнят Сергея Донатовича Довлатова. Теперь мы перед зданием школы номер 206, в которой учился Довлатов. Это бывшее здание коммерческого училища. Школа огромная по размеру. Когда Довлатов сюда поступил, школа была переполнена, потому что это годы послевоенные. Ну и события, которые происходили вокруг Довлатова, и то, какими были старшеклассники того периода, об этом вспоминать даже сейчас тревожно. Ну потому что криминогенная ситуация в городе была совершенно страшной. В лесах находили патроны. У этих парней были, например, ремни с тяжелыми пряжками, которые они во время драки могли использовать. И действительно, учащиеся этой школы, например, прославились своим нападением на женщину-полицейского. Все было действительно по-настоящему опасно. И Довлатов по этому поводу писал даже про свое поколение и свой класс. Семеро из моих школьных знакомых прошли в дальнейшем через лагеря. Рыжий Борис Кононенко сел за кражу листового железа. Сын школьного дрова, дворника Миша Хамраев, ограбил железнодорожные вагоны из Тара. Авиамоделист Литяга изнасиловал глухонемую. Олег Брыкин, научивший меня курить, совершил тяжкое воинское преступление и сбил офицера. Юра Голынчик ранил милицейскую вожицу. И даже староста класса, староста Виля Левкович умудрился получить год за торговлю медикаментами. Так что можно представить, что происходило в окружении Довлатова. И здорово, интересно, что он сам к этому всему не примкнул, чего не скажешь про его брата. Вот сейчас мы с вами находимся в сквере, ну как в сквере, во дворике скорее, между школой и домом Довлатова. Они соединяются. И вот мы с вами увидели кошку, к счастью, с ней все в порядке. Но вообще здесь, я скажу шепотом, чтобы не смущать зверя, здесь состоялись похороны кошки. Когда Довлатов учился в классе в пятом, и ему очень нравилась одноклассница, дочь электромонтера, он ждал возможности произвести на нее впечатление. И вот скончалась какая-то кошка. И Довлатов сочинил трогательные строки эпитафии. Он зачитывал вот этот некролог, организовав торжественные похороны. Ну и вызвал, конечно, слезы этой девочки, а значит ее внимание. Вообще, Довлатов, он ведь обладал громким голосом, высоким ростом, был очень заметным персонажем в школе. Хотя он этих своих особенностей скорее стеснялся. Но при этом, конечно, его заставляли заниматься культмассовой работой. Конечно, его заставляли проводить мероприятия, организовывать танцевальные, например, вечера. И, кстати говоря, опыт какой-то диссидентской деятельности, вот он проявился как раз в этом. Потому что он ставил запрещенный танц, и даже танец твист. И из-за этого, конечно, его родители вызывали в школу. Ну а что касается его брата Бориса, то вот они были в этом совсем не похожи. Поэтому Довлатов учился, как он сам признавался, неважно. Борис, наоборот, был круглым отличником. Но при этом у Довлатова не было проблем с дисциплиной, у Бориса наоборот. Но при этом Борис действительно очень легко справлялся с учебой, и ему собирались дать золотую медаль. Но в итоге никакой медали он не получил. Почему? Потому что в апреле 10 класса он совершил довольно нетривиальный поступок. Сейчас мы выходим в очередной из школьных дворов, и здесь видим арку, которая ведет в переулок. И вот однажды под этой аркой проходил директор школы. Ведь здесь как раз дверь, которая ведет в административный корпус, в его кабинет. А что касается Бориса, то он в этот момент стоял на окне, если от верхнего правого угла посмотреть наверх, от верхнего правого угла этой арки, то вот там окно. Это окно школьного туалета, другого туалета, где это могло случиться, нет. Поэтому мы точно знаем, что это то самое окно второго этажа, если не считать цокольное. Короче говоря, он стоял на этом окне и решил сходить в туалет необычным образом. Водвор, да, в тот момент, когда оттуда выходил директор школы по прозвищу Кошалот. В общем, золотую медаль в итоге ему не дали. А когда спросили, почему ты это сделал, зачем, он ответил, я просто понял, что если этого не случится сейчас, этого уже не произойдет. Ну, что касается их судьбы после окончания школы, то они ведь были почти ровесниками, Борис был на один год старше. Он поступил в институт театральный, учился на театроведом. Потом, между прочим, участвовал в съемках фильма «Белое солнце пустыни», например, как бы можно привезет. Но в годы, которые можно... ну, в студенческие годы, они оба обратили внимание, невозможно было не обратить внимание, на то, что в Ленинграде стало появляться огромное количество финских туристов. Потому что как раз в тот период они получили право без визы сюда приезжать. И они, конечно, приезжали. И они оба решили к этому адаптироваться. То есть, Довлатов решил поступить на филфак на финское отделение. Ну, чтобы можно было, работая, например, гидом-переводчиком, общаться с финнами и заниматься мелкой фарцовкой. А что касается Бориса, то он где-то раздобыл форму таможенника для себя и своего друга. И вот в районе Исаакиевской площади, где останавливались в то время финские автобусы, они проводили таможенные досмотры. Ну и понятно, что из этих автобусов исчезали джинсы, например, новые, да и магнитофоны. Короче говоря, в итоге Бориса за это, естественно, посадили. А что касается Довлатова, Сергея, то он филфак так и не окончил. Потому что не говорил по-фински. То есть в какой-то момент это стало проблемой. И с немецким языком тоже были сложности. Единственная его сильная, по-настоящему сильная и неоспоримая сторона заключалась в том, что он был единственным в своей группе парнем. Остальные были девушками. И поэтому обычно преподаватели все-таки снисходительно к нему относились. Но понятно, что это не могло слишком долго продолжаться. И в итоге нужно было продемонстрировать знание языка. Короче говоря, с автобусом его отчислили. Но и, в общем-то, он даже не пытался решить проблему с учебой и закрыть эти хвосты долгие. Потому что это совпало со временем, когда по инициативе, не по его инициативе, произошло расставание с Асей Кукуровской, его первой любовью. Вот этой красавицы и филфака, которая, конечно, имела множество поклонников. И Довлатов был в полном шоке от того, что у него получилось завоевать ее внимание и сердце. И вот сейчас мы с вами идем вдоль сквера, в котором они, конечно, постоянно встречались, много времени проводили. И при этом этот роман не был долгим. Она от Довлатова ушла. Но потом, уходя в армию, а ведь он после отчисления с филфака достаточно быстро оказался в армии и служил в республике Коми в конвойных войсках, то есть охранял заключенных, мы благодаря этому периоду можем ознакомиться с бытом по ту сторону решетки, благодаря во книге Зона или записке надзирателя. Так вот, он попросил ее, чтобы они заключили брак фиктивный. То есть это было нужно якобы для того, чтобы он мог получать увольнение на службу и уезжать. Но на самом деле, скорее всего, это было потому, что она в его сердце оставалась. Ну, а потом у них еще и дочь родилась, через много времени после расставания и вот этой эффективной жилизь бы последующего развода. В общем, все было достаточно сложно. Сейчас мы прошли по всем дворам и оказались уже во дворах дома, где жил Довлатов. Это дом, который построил архитектор Барюшников в начале 20 века. Это доходный дом, дом, который строили для аренды жилья, который принадлежал купеческой управе. И это дом, который, конечно, для достаточно богатых квартиросъемщиков, потому что это курданер. То есть двор п-образной формы, который в сторону улицы Рубинштейна. Тогда она, конечно, была не Рубинштейна, она была Троицкой улицей. Я имею в виду, когда построили дом при Довлатове, конечно, Рубинштейн. Раскрывается. То есть владельцы дома лишают себя одной из стен, но зато это не колодец, зато все окна выходят как бы на улицу. Но Петербург – это город, в котором парадная и такая вот закулисная реальности, они всегда соприкасаются, всегда идут где-то рядом. Поэтому сейчас мы видим и парадную достаточно симпатичную, вот там, через которую Довлатов заходил домой, и красивый двор. А если зайти в следующую арку, тогда мы уже окажемся непосредственно во дворике этого дома, где Довлатов жил, в том смысле, на который он смотрел из своих окон. И вы увидите, что там довольно мрачно, довольно мрачно. У них было две комнаты. У одной семьи две комнаты. Это уже не могло не вызывать вопросов у его соседей. Тем более они еще и были интеллигентными, театралами, а сын собирался стать писателем, мы все вам об этом говорим. Довольно странно. Но изначально ведь их было пять человек на эти две комнаты. Потом отец ушел из семьи, бабушка умерла, сестра отца вышла замуж и уехала отсюда. И тогда они уже остались вдвоем с матерью. И это означает, что у Довлатова была своя собственная комната. Невероятно. Давайте встать, а где-то? Ну, в общем, вот такой вид. Довольно своеобразный, мрачноватый. Это бокал отца. Окна над кондиционером находятся на третьем этаже. Одно окно, это комната Довлатова, оно ближе к углу. Вторая комната, где жила его мама. Сейчас там квартира не коммунальная, но ее сдают все равно по комнатам, поэтому фактически ничего не изменилось. В комнате, где жил Довлатов, остается камин. Фотографии в интернете хватает. Вот. Ну и все, в принципе, кроме камин. Там ничего нет, вы помните, Довлатова. Хотя, некоторое время назад, там ведь были обои, расчерченные такой большой таблицей. Таблицы, в которых были названия его рассказов, издательства, или газеты, или журналы, куда он их относил, даты, и сплошные прочерки, христы точнее. То есть, это, понятно, означало отказы принять к публикации. Ведь он неплохо был знаком со всеми нужными ему людьми, и все эти редактора, они, конечно, Довлатова любили, он был прекрасным рассказчиком. Все с радостью пили с ним коньяк, смеялись над его рассказами и над его текстами, над его вкусными и письменными сочинениями. Но дальше обычно это все заканчивалось вердиктом довольно простым. Нам понравилось, но свыше наверху не одобрит. Нам понравилось, но наверху не одобрит. Довлатов говорил, что если мои рассказы принести Брежневу, он, скорее всего, тоже скажет, мне понравилось, но там, наверху, не одобрит. Короче говоря, это была главная трагедия его жизни. Здесь он жил, когда работал журналистом в многотиражке студенческой под названием «За кадры верфи». Это газета Ленинградского кораблестроительного института. Ну и о чем он там писал? Конечно, об учебе, либо о будущей работе, то есть о строительстве кораблей, но это совсем не то, о чем Довлатов мог мечтать. Ну а как заниматься профессиональной журналистикой или профессиональной литературой, это был большой вопрос. Конечно, было несколько рассказов. Мы помним про рассказ «Антервью», например, который все-таки был опубликован в «Молодежьном журнале», который не самые восторженные, скажем так, не самые положительные отзывы собрал. Но понятно, что это такой вот конъюнктурного плана рассказ, который специально сочинен для того, чтобы его опубликовали. В остальном, конечно, ничего не получалось. А что касается взаимоотношений с его соседями, то они были тоже своеобразными. Мы с вами можем вспомнить, например, как в книжке «Ремесло» он рассказывал про беседу, которую он ведет здесь, в этой коммунальной квартире, в этом узком коридоре по коммунальному телефону, и обсуждает с кем-то, что американской прозе не хватает космополитичного фермента, о том, что перцепция у Бальзака неорганична, что Люда Федосенко сделала аборт. И в итоге выходит его сосед Тихомиров, который был уполномоченным, старшим по квартире, и умышленно, зазевая его пологим животом, произносит «писатель». Это же писатель, надо таких писателей расстреливать. Короче говоря, понятно, что к нему серьезно, к сожалению, не относились. А он сам к своей работе относился наоборот, очень скрупулезно. Иногда Доблатова изображают таким вот разгильдяем, алкоголиком, но на самом деле он был очень работоспособным писателем. Каждое утро он согнулся в запечатанную машинку, просыпаясь в 6 утра, и ни дня, в общем-то, не проходило без появления нового материала или очень серьезного редактирования старого. Ведь он создал несколько специальных техник, которые ему одновременно мешали и помогали, разнообрали для текста. Например, техника искусственного замедления речи, когда в предложении не должны повторяться слова, начинающиеся на одну и ту же букву. И иногда это, в общем-то, означало и изменение фактических данных. Север мог легко изменить, Доблатов мог легко север изменить на юг, если там было уже слово на букву «с» и так далее. Но Гродский, например, говорил, что тексты Доблатова, они больше похожи на стихи, сюжет имеет в них второстепенное значение. Так это или нет? Большой вопрос. Давайте выходить во двор, и оттуда пойдем уже к тем объектам, которые напоминают о том, что Доблатов, в общем-то, которого когда-то выгнали отсюда, через совсем недолгое время стал одним из самых читаемых писателей своего периода. И... Вас спрашивали? Я-то всегда готов. В 2016 году у нас, наконец-то, здесь, на улице Рубинштейна, возле дома Доблатова появился памятник. Сделал этот памятник архитекторам, точнее, скульпторам, скульпторам Вячеславом Бухаевым, с которым Доблатов был неплохо знаком. Потому что мы сами с вами помним в том эпизоде, когда они познакомились, когда они работали в цеху живописто-прикладного искусства, когда они делали надгробие. И памятник Ломоносову для станции метро Ломоносовская. Вот Вячеслав Бухаев был одним из вот этих камнерезов. А Доблатов там, будучи уже вполне взрослым человеком, работал в качестве ученика от камнерезов. Ну, что касается Доблатова, о его судьбе мы знаем. А Бухаев, он действительно стал в итоге профессиональным скульптором и сделал вот такой памятник. Отличительные особенности которого состоят, во-первых, в том, что он не на постаменте, как Тургенев, а среди людей. И Доблатов, и вправду, конечно, всегда искал вдохновение и конкретный материал жизни. То есть, друзья Доблатова вспоминали, что когда он гулял по улицам Ленинграда, вокруг него все время была какая-то огромная свита. Людей, далеко не всегда известных ему по именам, например, но людей, которых он очень внимательно слушал. И ведь особенность текста Доблатова заключается в том, что он каким-то потрясающим образом делает довольно посредственных, говоря откровенно, людей очень обаятельных. И порой мы сочувствуем людям, которые абсолютно не заслуживают этого сочувства. Он выходит из квартиры, да? Доблатов здесь выходит из своей квартиры, 34-й. Здесь тексты, в смысле записки, которые оставляют друг другу жители. Какое-то счастье говорить, что думаешь, и какая-то мука думать о том, что говоришь. А на столе стоит машинка Underwood. Машинка, пишущая, на которой работала его жена, когда они уже оказались в Америке. Она ведь работала на борщице текста. Это и были первые доходы их семьи. Ну и потом на этой машинке, дальше на компьютере, IBM, она набрала тексты 12 прижизненных книг Доблатова. Ну и соло на Underwood, это, конечно, в честь этой машинки. И соло на IBM, соответственно. Так, проверка, проверка, проверка. Семь Доблатовских мест в Санкт-Петербурге. Квартира писателя, где он провел детство и юность, на улице Рубинштейна, 22. Школа номер 206 на набережной реки Фонтанки. Филфак ЛГУ, университетская набережная. Журфак ЛГУ, первая линия Васильевского острова. Редакция журнала «Костер» на Таврической набережной. Дон писателя имени Маяковского на Шпалерной улице. И еще одна квартира на улице Рубинштейна, 22, где Сергей Доблатов жил в последнее время перед эмиграцией. Познавательных всем путешествий!